выехал со двора забрал самореза учитывая то что происходило вчера это было конечно нечто но новости расскажу чуть позже а сейчас еду в транспортную забирать мега крутую посылочку в общем забрал свою посылочку что в ней вы увидите конечно же позже могу сказать что она была упакована грамотно но через чур то есть она была замотана полностью красным скотчем реально я одирал полчаса не надо так усердствовать но в принципе это же хорошо с одной стороны в то же время плохо так что упаковывайте правильно и не усердствуйте позвонил юра говорит тачка готова приехал к юре как ни странно на десятки на такси сейчас будем смотреть что он сделался с поражением арки сделать мне полностью кастом на расширение из металла тут стабилизатор то тогда у нас стоял наоборот его артур специально перевернул чтобы она ложилась ниже это сейчас я могу полностью морду вниз уронить она у меня будет ехать ничего не задевать то что упирается в кузов стабилизатор прикольненько так это что и усилил тут тут все еще ровно так стоит а эти ты хотел места делать их сделал что-то делать не стал здесь сделал ну то есть все должно будет регулироваться да просто вода на свежий я могу сейчас ослабить все и разогнать и куда ну все так ну пофигу цивилизатор то есть мы сказали если его братья совсем мягко вот да ну на рычагах сейчас пускает у меня нижняя подушка где-то здесь надо ехать картуру смотреть да и вот так ребята я нахожусь у себя дома буду записывать ништяки которые обещал вам показать и те которые я купил за прошедшую неделю в общем не будем растягивать сразу приступим пришли мне гайки на колеса ryan star надеюсь правильно прочитал выглядят они следующим образом это 8 сантиметровые гайки под резьбу 12 1 и 5 как вот они все выглядят как раз в цвет также у них занимается верхняя часть и накручиваются них шипы я не знаю как правильно может шпильки или как правильным будет назвать в общем дело это выглядит всего так как раз сейчас мне в понедельник должны прийти новые проставки которые заказал у нас в городе есть наконец человек который делает проставки нашел его слава богу и как раз заказал у него шпильки вот под эту резьбу то есть 12 1 и 5 не 12 125 как у меня было ну точнее вазовская разболтовка а 1 и 5 именно под именно чтобы эти шпильки или гайки чтобы это все подошло также к ним пошли насадки на пины или как его там правильно будет сказать вот криворукий урод ну короче про гайки вы поняли не буду долго тоже рассусоливать обошлись они мне в 4000 рублей то есть полностью комплект 20 гаек и 20 вот этих вот я не знаю как это называть ну короче шипы также мне наконец-то привезли долгожданную посылку о которой мне по все очень много спрашивают где и купить и как и купить спасибо кати что подарила она мне на 14 февраля в общем тогда как вы поняли это натяжитель либо фиксатор сплиттеров диффузоров и всякого прочего дерьма который крепится на машину не надо мне задолбливать опять вопросами где ты купил заказали мы их с алиэкспресса то которым я стояла на на сплиттере это вообще все самодельное то есть я покупаю сплиттер заказываю и они вот эти вот натяжители делают сами из жестких самых маленьких петель можно же видео здесь прикреплю где-то в уголке и 8 миллиметровой трубки то есть и эпоксидный клей по моему туда заливается чтобы была резьба так скажем чтобы они закручивались и регулировались у меня резьба сразу была нарезана в трубках то есть у меня как-то но они уже там сами не вмешивался в подробности но не суть важно короче ребят хотите купить покупайте на алиэкспрессе либо сами делать из 8 миллиметровой трубки либо жестких петель самых маленьких и будет вам счастье хоть какой длины сделайте все и спрашивать меня постоянно как они называются и где их взять вот я вам сказал натяжители стойки из плитеров диффузоров всяко разно ладно поехали дальше купилась и новые поворотники bosch оригинал покупала их как бы на самореза но сейчас подумал что я лучше поставлю их на спаржу а со спаржи поставлю на самореза потому что у меня как раз уже ну 15 лет машине как-никак да не даже больше даже 16 и на ней до сих пор идут ну все все родное у меня как бы в большинстве и у меня стекло уже отклеивалось одной стороны тем более там уже грязь пыль там ну все равно выгорели со временем так что думаю будут вернее поставить их себе а те поставить на самореза благо чтоб машина не мать чего буду сейчас в нее вкладываться дальше купил прикуриватель себе самый обыкновенный то есть у меня сейчас стоит такой же по моему вот если не видно стоит он у меня в туннеле то есть перемещала его сам туда то есть делал отверстие нужного диаметра или даже размера и вставлял туда и фиксировал на горячий клей то он дал то есть у меня получился кармашек и соответственно есть место для прикуривателя ну было место для прикуривателя я его поставил чтобы у меня и кармашек был и как раз чтобы можно было заряжать какие-то устройства купил рем комплект крылья то есть не входит вот эти вот саморезы на 6 миллиметров вот эти железные клипсы которые вставляются в кузов и соответственно куда потом вворачивается саморез ну и соответственно шайбы также пока я снял пластмаску эту заднюю красную я успел потерять замок как багажника купил я комплект новых замков так что буду менять уже в круг чтобы не возиться чтобы у меня на ключах не было 33 разных ключа также купила себе новую пластмаску на спаржу вот то есть это не за светоотражатель либо что он имеет иду ну просто пластиковая красная заглушка моя она уже вся выцвела вся такая бледная почти розовая и уже ну трещина не появилась то есть уже все можно менять или иначе буду как колхозник на обычно 11 ездить либо с половиной этой пластмаски либо вообще с полном ну короче нафиг этот колхоз я купил новую стоит там буквально 100 рублей все а ту старую свою со спаржи которую ну более цела поставлю на самореза на котором она уже сломана так у меня получается покупаю для себя а со спаржи ставлю на самореза в общем дальше купил концевики в двери начнем двери ну а для дверей то есть обычно восьмерочные заводские он тоже bosch или кто их делает евро не стал брать потому что они длиннее они ломаются и как мне сказали быстро окисляются так что купил стандартные то есть их просто одним болтом выкручиваешь вставляешь и обратно закручиваешь также купил новые кнопочки вы аварийки себе потому что мне нравится то что они вну более лучше нажимаются и по цвету они подходят как раз к моему индикатору мощнее манометру этому электронному для пневмы то есть я все перевожу в такое более зеленовато-желтый цвет в салоне вот это старые вот эти бледные лампочки уже как-то надоели надо хоть машину тут более современного же переоборудовать также купил какую-то приколюху для регулировки зеркал такие маленькие ручки не стану не стандартно эти длинные которые идут в стандарте опять же вот какие тут короткие прямо интересные такие вот не за попробую в черный еще матовых покрашу посмотрим что они дадут также купил соленоид я долго не знал как это называется ну короче в общем вы поняли купила в багажник потому что у меня уже просто ну опять же 15 лет машине и они уставшие все я купил себе два наверное поставлю водительскую дверь потому что я как бы все остальные двери пытаюсь держать автоматически на закрытие то есть чтобы если чё я от руки в слое не сам открылся своего со своего места то есть так и считаю безопаснее чем какой-то центральный замок который то закрывает то не закрывает двери как бы нафиг вот уже нужно вот проверено то есть сам открыл сам закрыл все никаких проблем нет также хочу вам показать именно как выглядит моторчик заднего дворника на 11 на двенашку выглядит тут он так грязненький это вот как раз я снял самореза и буду ставить его на спаржу потому что он рабочий стоит этот говнюк две с половиной тысячи вот этот вот маленький говнюк стоит две с половиной тысячи реально и на моем на спарже получается сломал что ли вот эта часть там это катушка ли как правильно сказать не знаю в общем он мне что-то дергается и все больше ничего не делает не дворником не шевелит вообще что щелкает и все так что а свой старый сломанный со спаржа я поставлю на самореза опять же то есть у меня такой обмен входит ну в принципе вот и все небольшой экскурс по ништякам свой провел так скажем разнести лучок чему то есть сразу скажу по ценам стойки мне обошлись в 200 в 300 рублей вместе с доставкой то есть они вообще мега дешевые но алекс просто такой дурацкий что у него если ты хочешь купить два товара типа придется платить два раза за посылку вообще полный бред это буквально рублей 30 50 прикуриватель поворотники оригинал bosch обошлись мне по 500 рублей за штуку это еще самый дешевый искал были какие-то другие там с оранжевым этим отражателем весь честный колхоз небольшой гайки уже сказала бы 64000 комплект думаю что это если честно дороговато все таки и даже предполагаю что человек просто заказал гайки за полторы тысячи с алиэкспресса вот эти шипы тоже там рублей за 500 либо за тысячу там и вот эти вот насадки на не пиля тоже в рублей 500 и продал это все за 4000 как бы ну ладно не жалуюсь мне не было ли не искать мне просто скинули понравились я посоветовал сказали да бери я взял все как бы все равно нужно было уже что-то делать с гайками потому что старые на которые ну такие хромированные они уже сдулись и на них уже порвалась резьба ну как порвалась рыба сдохла уже резьба ну собственно все надеюсь вам понравилось не опять же не стал долго затягивать это все рассусоливать просто быстренько прошелся рассказал что к чему а сейчас я дожидаюсь диму и мы едем еще за некоторыми ништяками и к человеку который занимается фарами а